Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте! У микрофона Меримас Аналы. В последнее время значительную роль в духовной жизни общества стала играть религия. Но, к сожалению, религиозные чувства граждан становятся в руках псевдодуховных лидеров эффективным инструментом, с помощью которого они могут направлять их действия не только в русло противоправного, но и преступного поведения. Тему продолжит Айтуна Хнурдинова. Ввиду последних событий в Кыргызстане есть угроза национальной безопасности, нарастающей радикализации. Религиозная ситуация в стране активно меняется. Предсказать, по какому сценарию она будет развиваться, сегодня не могут ни государственные органы, ни эксперты. Региональный директор IWPR по Центральной Азии Абахан Султан Азаров выделяет два фактора, доказывающие тенденции радикализации ислама в стране. Ожидания и прогнозы ее развития не самые оптимистичные. Во-первых, согласно статистическим данным, растет количество приверженцев религиозно-экстремистских организаций. К примеру, по данным правоохранительных органов, на сегодняшний день на территории Кыргызстанской республики на учете состоят 1866 приверженцев религиозно-экстремистских организаций, тогда как в 2014 году их было 1703 человека. Большинство из них приверженцы религиозно-экстремистской организации Хэш-Бут-Тахри, то есть их уже 1361 человек. Говорит он, больше всего настораживает активизация участия женщин в экстремистской деятельности. Увеличилось количество женщин, состоящих в религиозно-экстремистских организациях, примерно 23%. А только в 2001 году этот показатель составлял всего 1%. Также сегодня на территории Сирии находятся 120 женщин. Еще одной тревожной тенденцией стало вступление выходцев из Центральной Азии в религиозно-экстремиозных формирований в Сирии. По данным экспертов, общее количество боевиков из Центральной Азии на Ближнем Востоке уже превышает 3000 человек. В основном эти люди сражаются вместе с ИГИ. Если в прошлом году, по данным МВД Кыргызстана, в Сирии воевали 80 человек, из них 10 женщин, то на сегодняшний день около 500 граждан Кыргызстана находятся на территории Сирии в рядах международных террористических организаций, и в том числе 122 женщин. Кроме того, на территории республики действует много террористических группировок, члены которых они пристегнули в Международной террористической организации Исламское государство, запрещенной в Кыргызстане. Дополнил Абу-хан Султаназаров. На радикализацию женщин повлияли острые социально-экономические вопросы. Безработица, миграция, низкая грамотность населения об основах ислама, говорят эксперты. Чамафронт ПКЗ отмечает, что место женщины в религии зачастую остается без внимания. Это результат 25 лет, к которому мы мало обращали внимание, можно сказать, и не обращали внимание мусульманским женщинам. У нас нету, хоть при духовном управлении, хоть сейчас вот концепцию разработали, там идут вопросы гендера. У нас мы почему-то последние 10-15 лет только даем образование мужчинам и мамам, поднимаем их уровень, проводим для них тренинги. И, наверное, уже пора проводить образовательные какие-то курсы для женщин от Инчи, их аттестировать, чтобы дать возможность, она имеет ли право преподавать или нет. Это первое. Второе. Мы должны какой-то, как и в Джогурку Кенеши, какую-то квоту давать. Допустим, чтобы женщины были в структурах духовного управления мусульман, чтобы в каждом, в хозяйте открывались отделы работы с женщинами. Отмечает она. Сейчас в сети экстремистских организаций девушки зачастую попадают посредством социальных сетей, говорит Чемал Фронт Пек-КЗ. В связи с чем предложила проводить жесткий контроль интернет-пространства. Именно замужество через агент, вербовка через интернет, я думаю, здесь тоже какое-то пресечение законодательной базы должно быть, чтобы мы должны фильтрировать, что наше население смотрит. Какие-то запретные сайты нам нужно закрывать, какие-то сомнительные сайты мы должны закрывать. Рассказала руководитель организации Мутака Алим Джамал Фронт Пек-КЗ. Совещание проводил наш министр по мерам безопасности. И там как раз затронули тему сайтов. И он сказал, что там наши крыльстанские сайты контролируются, фильтруются. А вот международные сайты, это под вопросом, но сейчас рассматривается вопрос, чтобы там тоже на этих сайтах убрать такие религиозные призывы, исповедующие там насилие, там все вот эти вопросы, там поднимался вопрос. Говорит пресс-секретарь Министерства транспорта и коммуникации Калыч Досумбетов. В ряды экстремистских организаций обычно попадают разведенные женщины, матери-одиночки. Есть и те, которые после замужества вынуждены вслед за супругом ехать в зону боевых действий. Таким образом появилось новое понятие «семья террористов». Нередко люди уезжают целыми семьями, поколениями. Есть и те, которые там обрели семью. Исследования показали, молодежь не может найти свою собственную социальную нишу в настоящее время. Она чувствует свою невостребованность, как со стороны общества, так и со стороны государства. Представьте себе, я тоже преподаватель, тоже работаю в национальном университете. Я вижу нужды, чаяния, потребности молодежи и вижу, что большинство из них действительно не может найти свое собственное «я». Отсутствует некоторая самооценка, нет проекта и своего движения. Молодежь потеряла самоцель, она не видит свое будущее в своей стране. Очень много моих студентов говорят, ребята, я хочу за границу. Зачем? Ну, хочу за границу, пойти, поехать, там работать, жить и все остальное. Я не хочу дома сидеть. То есть в стране. Дальше среди молодежи наблюдается процесс кризиса и неэтичности. Кто я? Зачем я нужен? Кому я нужен? И дальше кризис семьи. Вы, наверное, заметили, что вот это классическое понимание семьи, когда папа, мама, дети и все остальное, оно постепенно теряет свою какую-то актуальность. И на самом деле возникают новые типы семей. И вообще, действительно, сейчас старшему поколению нечего дать и нечего показать, потому что вот этот кризис семейного отношения как-то очень сильно и негативно влияет на поведение и на какие-то ориентиры молодежи. И действительно молодежь теряет ценностные ориентиры, которые были некогда как-то выписываны государством или обществом. И, естественно, женщины. Вот Джамал Аджи сказала очень прекрасные слова о том, что женщины, есть одинокие женщины, есть невостребованность этих женщин, есть те девушки, которые не выходят замуж, есть женщины разведенные, являются матерью-одиночкой. И, естественно, чаще всего такие женщины подвергаются фактору цель джихада. Это действительно есть. Я не могу сказать, например, факты из Кыргызстана, но очень много фактов, например, с территории других стран Центральной Азии, об этом и в интернете, и где говорят. Другой вопрос, что есть еще женщины, которые вынуждены ехать на войну вслед за своими мужьями. Сначала мужья выезжают, потом жены, или же вместе с мужьями выезжают с детьми в зону именно боевых действий. И, естественно, есть те девушки, которых привлекает романтика, любопытство. Отмечает аналитик Икбалджан Мирсаитов. Также проводимые исследования показывают, что в большинство случаев граждане уезжают воевать, преследуя коммерческие цели, так как предлагают большие деньги. Однако аналитик Икбалджан Мирсаитов отмечает, что ни один из выезжающих не улучшил свое благосостояние. Ну и причинное участие молодежи женщин. Очень много было таких моментов, коммерческих интересов, но якобы возможно заработать, но я не видел ни одного человека, террориста, который стал миллионером, который заработал себе на машину, на дом. На самом деле многие из них и погибли. Но я видел именно вербовщиков, которые, например, есть такие моменты, факты, когда вербовщики зарабатывают на людях. Далее социальная база боевиков. К сожалению, все они образованы. Если многие говорят, что они не образованы, нет, они образованы и светское какое-то начальное образование они получали. Некоторые из боевиков имели специальное религиозное образование. Если вы помните вчерашнее выступление нашего сограждана из Лиелекского района, он вообще получил образование в Медресе. А до этого, если помните, летом выступал еще один боевик из Токтагульского района, он тоже получил образование в Медресе. Далее, часть молодежи пришла из зарубежных исламских вузов, это действительно так, и действительно мы должны взять под контроль именно обучающихся молодых людей зарубежных исламских вузов. То есть там идет тоже реклама. Никто из боевикой семьи не был за чертой крайней бедности. Действительно, никто не попрошайничал. Никто не ходил, никаких пособий или каких-то дотаций не получал. Все они жили, ну, на хлеб с маслом было. Уровень гнозной грамотности был действительно низок, потому что они идеологически не могли противостоять вот этим боевушным моментам. Рассказывает он. В начале этого года антитеррористический центр совместно с учеными из Болгарии провели исследование факторов, мотивов и причин участия молодежи и женщин из Кыргызстана в боевых зонах Сирии и Ирака. Легко подвержены вербовке и радикальным действиям в основном дети из неполных семей или халатных родителей из-за равнодушия и отсутствия внимания. Наглядный пример – история молодого человека из Джалабадской области, совершивший взрыв танка на севере Сирии. На сегодня мы столкнулись в большей степени с радикально-религиозной идеологией, которой пользуются террористические и экстремистские организации. Если, например, говорить о радикализации, то я здесь бы разделил, что радикализация религии в Кыргызстане и радикализация религии в мире. Если говорить о Кыргызстане, то радикализация религии в Кыргызстане, как такового ислама, здесь, конечно, говорить не приходится. Почему? Потому что если бы мы имели радикализацию религии в Кыргызстане, то все наше духовенство выступало бы против государства, против светских устоев общества. Но как таковой мы на сегодня не видим, что наоборот наше духовенство старается поддерживать компетентные органы, государственные органы в противодействии терроризму и экстремизму. На сегодня террористические организации, экстремистские организации, которые прикрываются исламом, прикрываются исламской фундаменталистской идеологией, таких организаций, как салахизм, ваххабизм, такфиризм. Вот эта разработанная еще на глубине средних веков радикально-религиозная идеология, она на сегодня как бы специально берется на вооружение террористическими и экстремистскими организациями. И когда сегодня компетентные органы ГКНБ и МВД заявляют, что вот это террористы ИГИЛ, это не означает, что прям Абубакр Аль-Багдади дал им задание, чтобы эти террористы вторглись на территорию Кыргызстана и совершали террористические акты. Имеется в виду, что данные лица, совершающие террористические акты, они прикрываются идеологией радикальных организаций, в том числе идеологией самой страшной террористической организации, как исламское государство. Я бы вообще не хотел бы, присоединяясь к мнению, что нельзя эту террористическую организацию называть исламское государство. Вот призвал бы всех называть их своим именем, которым Рамзан Кадыров называет, и близкое государство. Говорит инспектор отдела по Центральной Азии антитеррористического центра СНГ Бакат Дубанаев. Сегодня, несмотря на усиленную борьбу, процесс вербовки граждан в ряды международных террористических организаций продолжается, отмечают аналитики. Что больше настораживает, уровень радикализации имеет тенденцию к дальнейшему росту. Глубинные исследования полевого характера, именно с выездом на место, с изучением биографии, со встречи с родителями, с родственниками, в том числе работа с теми, кто уже вернулся, находится в условиях СИЗО ГКМБ, или уже, которые получили свои сроки и находятся на воле. Вот в результате общения с этими гражданами нам удалось выявить мотивы и причины, вот истинные мотивы и причины, по которым наши граждане вербуются в организации и вынуждены выехать. В результате этого исследования мы поняли, что террористические и экстремистские организации берут на вооружение искаженную радикальную идеологию воинствующего ваххабизма, такфир-джихадизма, которые мало имеют отношения к исламу. А наоборот, даже я сказал бы, они нанесли самый непоправимый вред этой религии. На протяжении последних 10 лет большая часть государственных мер по противодействию терроризму и экстремизму сводилась к проведению мероприятий запредительного, а кое-где и карательного характера. Такое поведение государственных органов, в том числе компетентных и правоохранительных органов, стало закономерным ответом на увеличивающиеся угрозы терроризма и экстремизма. Хотя эти меры дали определенные результаты, но мы видим, что процесс вербовки граждан государств Центральной Азии в ряды международных террористических организаций, они не остановили уровень радикализации. Говорит инспектор отдела по Центральной Азии антитеррористического центра СНГ Бакат Дубанаев. По данным правоохранительных органов, сегодня около 20 человек официально вернулись обратно из Сирии и Ирака. 80 граждан задержаны, которые оказывали им помощь оружиями и деньгами. Возбуждено 75 уголовных дел. 50 граждан осуждено. 60 человек объявлены в международный розыск. Эксперты в один голос призывают всем скоординироваться, сплотиться с общественностью. На пути к действенному противодействию терроризму и экстремизму. Ведь на кону стоит национальная безопасность страны и всего региона. Айтуна Хнурдинова специально для IWPR. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира, следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Астаналы. Услышимся. Продолжение следует...